Для развития и укрепления армяно-российских отношений. Дело в том, что вчера премьер-министр Армении Николай Пушиняк принял разрешение проведения неочередных парламентских выборов. Что это означает? Это означает, что произойдет так или иначе, они проходили перезагрузку, в том числе положитель перезагрузка армяно-российских отношений. То есть очень такой благоприятный момент. Дело в том, что до вчерашнего дня армянское общество находилось в ситуации патронной. Что это означает? Это означает достаточно стрессовое состояние армянского общества после ноябрьской войны, соответственно, глубокие разногласия внутри армянского общества, планирование противостоящих сил против того, что два основных руководителя, таких радикальных, не были готовы к решению шага. То есть, условно говоря, правительство, правящая группа, не способна была к тому, чтобы признать свою дину за те последствия войны, которые армянское общество сегодня пытается осознать. Соответственно, оппозиция, гипература, она была к каким-то решительным шагам. Я бы говорил в армянской кризисе, что мы видим, что в этой ситуации может быть только и очередной парламентской области. Ну, естественно, это зависит от решения, например, министра, правительства. Но такое решение наступило. Поэтому это очень позитивный шаг, я считаю, для всех. И для правительства, и для различных оппозиционных сил, потому что есть возможность перевести в мирное, легитимное русло это предстояние, не нагнетать какие-то уличные страсти, и каждый может показать себя, соответственно, убедиться в той поддержке со стороны общества, которые имеют либо правящую группу, либо образец. По этому сейчас, в котором все политические силы нужно готовиться, начинать готовиться к парламентским выборам. И наша конференция, ну, пожалуй, это первое такое обычное мероприятие, которое попытается дать ответ на этот вопрос. То есть, как нужно это использовать, какие цели для этого нужно ставить. Ну, и, в принципе, это такое перезагрузки, это только предыдущие специалисты, в том числе и российско-армянских отношениях. И я считаю, что Армения и Россия прождаются в военном союзе, потому что главной причиной технических последствий терпорско-армянских бойцов заключается, потому что, на самом деле, между Арменией и Россией не было много военному альянсу. Мы знаем, что результаты военных действий пострадали так или иначе и Армения, и Россия, и Армянсу. Нам не было планы причины, что не было силы военных обороны между этими тримяствами, и этот недостаток нужно устранять. А что было значимое, что до этого еще законоприятия? Ну, я считаю, что Армянсу нужно искать не виноватых сегодня, кто виноват, кто виноват, что этого альянса не было утонуться, и знать это как общую беду. Это вообще люди, которые виноваты, которые виноваты. Мы только в какая-то стране, мы не только правительство, мы только уянские, российские военные принципы, но и исторические слова, что мы виноваты, в первую очередь, армянские и российские, и не учли как раз в возведение. То есть, скажем так, смотри, недостаточно велисти, для перспективы своей внешнепрогической военной. Поэтому формально вроде бы есть российская военная база на территории Армении, есть, вроде бы, но не было четких приговоренностей, не было целей военных. Так, чтобы вот эти все три субъекта, поиски, которые в регионах не проводятся, преследовали одни и те же цели. Не было обязательств России по отношению к Армению, не было обязательств Армении по отношению под Сахаром и так далее. В итоге, когда случилась экстремальная ситуация, то все три страны, если они разобщены от правительства, исследовали свои интересы и не могли оперативно договориться. То есть, по-моему, мы покажем их главных причин. Нужно сегодня признать это и понимать, что такая экстремальная ситуация, она же не исчезла. Она может повториться в новую ману, она может вкладывать в субъекциях, и поэтому, кто из этой ситуации может нас встречаться. Я лично вижу, что, я желаю произвести перезагрузку в общуюся систему политическую в Армении, результатом которой должен стать первым военным союзом и выбор общей политики, общественной теги развития между Арменией, Россией, и Россией.